Более трех тысяч нарушений закона выявила прокуратура округа в прошлом году. В результате проведенной работы 210 лиц, привлеченных в дисциплинарной ответственности, и 145 к административной. Воспуждено 11 уголовных дел, из них 5 по делам экономических преступлений. Общий ущерб составил около 12 миллионов рублей. Итоги работы 2015 года и новые задачи по повышению эффективности прокурорского надзора обсуждали на расширенном заседании коллегии прокуратуры Мненецкого округа. Достичь высоких результатов в деятельности ведомства, по словам главного прокурора округа, способствовало четкое взаимоотношение с органами государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями. В зоне особого контроля стоял вопрос о своевременной выплате заработной платы. Благодаря вмешательству прокуратуры округа задолженность по заработной плате в регионе погашена на сумму более 370 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки на Ренмарским следственным отделом возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с невыплатой работнику в течение более двух месяцев. Основные усилия были направлены и на обеспечение законности расходования бюджетных средств, прозрачности государственных и муниципальных закупок, защиту прав субъектов малого и среднего предпринимательства. По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения более полутора миллиона рублей бюджетных средств, полученных в виде субсидии. Особое внимание обращено на реализацию правозащитной функции. Проведены в соответствии с законом 18 нормативно-правовых актов 11 муниципальных образований, регламентирующих порядок бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. В них администрациями муниципальных образований были установлены завышенные, не соответствующие законодательству требования к лицам, которые планировали реализовать свое право на бесплатное получение земельных участков. Также принятыми мерами прокурорского реагирования восстановлены права инвалидов на получение санаторно-курортного лечения, индивидуальных средств реабилитации, обеспечения условиями для беспрепятственного доступа к социально значимым объектам. Не допущено значительного и необоснованного роста цен на продукты питания. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».